Здравствуйте, мы на земле, меня зовут Павел Степаненко. Вместе с журналистами 10 канала мы готовы рассказать о том, что происходит в агропромышленном комплексе Мордовии. Сделать это, как всегда, попытаемся просто и интересно. Главная новость наступающей неделе, вступающие в силу изменения в системе электронной сертификации сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Нововведения касаются тех, кто производит и продает молочные консервы, сливочное масло и сыры. Сливочное масло, сыр, молочная консервация и сухие молочные продукты. С 1 июля на товары из этих категорий обязательно нужно будет оформлять электронные ветеринарно-сопроводительные документы в системе «Меркурий». В Мордовии нововведение коснется широкого круга хозяйствующих субъектов, не столько даже крупных, сколько средних и мелких. Крупные молокозаводы, перерабатывающие предприятия по молоку, они уже занимались этим делом и они и занимаются. Но еще раз напоминаю даже индивидуальных предпринимателей, которые делают творог, те, которые занимаются закупкой, то есть это закупочными вещами имеется в виду, у населения потом перепродают, как раз их будет затрагиваться. Если в личном подводном хозяйстве что-то идет переработка и некоторые, которые на рынке, то они обязательно в порядке. Сейчас должны зарегистрироваться в системе «Меркурий» и они должны будут иметь ветеринарно-сопроводительные документы. Система электронной ветеринарной сертификации заработала в России с 1 июля 2018 года. Первоначально в нее предполагалось включить и готовую молочную продукцию, на которую до этого сертификаты не оформлялись. Однако в последний момент по просьбе ряда производителей она была исключена, им предоставили годовую отсрочку. Главная идея применения системы – обеспечить возможность отслеживания молочных продуктов по принципу «от кровь его в имени до прилавка». Кроме того, что они должны проходить все ветеринарное законодательство, все лабораторные исследования, после этого, естественно, они должны быть, еще раз говорю, зарегистрированы и должны сопровождаться ветеринарно-сопроводными документами. Где указывается, вплоть до того, что какое лично подворное хозяйство или какой-то колхоз это молоко, то есть переходясь, все можно считывается по QR-коду, были ли антибиотики, проводилась ли вакцинация, после вакцинации выдержка там была или нет, здоровое хозяйство, благополучная местность или нет, здоровое хозяйство было или нет. Это только первый этап внедрения «Меркурия» в молочную сферу. С ноября в систему будут включены питьевое молоко в потребительской упаковке, кисломолочная продукция из термообработанного молока в потребительской упаковке и мороженое. В соседнем с Мордовией и Татарстане местный минсельхоз признал провал региональной программы борьбы с борщевиком, который растет в республике на территории 550 гектаров. На программу было выделено 10 миллионов рублей, но тендер выиграла молодая компания, которая запросила за работу 4,5 миллиона. Растение необходимо было дважды за сезон обработать гербицидами или четырежды скосить. В минсельхозе Татарстана уже потирали руки, размышляя, куда можно направить сэкономленные средства. Однако компания, обработав 40 гектаров, заявила, что выходит из игры. Траты оказались больше, чем они рассчитывали. Теперь вся надежда на следующий год и новый тендер. В Мордовии о таких тендерах пока не слышно, хотя борщевик захваченных позиций сдавать не собирается. Заросшие этим опасным растением территории можно встретить и в районах, и в окрестностях Саранска, и в самой республиканской столице. Когда-то с его помощью собирались раз и навсегда закрыть кормовой вопрос. Однако вместо того, чтобы решить одну проблему, получили две. В рацион наших буренок борщевик так и не вошел, культурным растением так и не стал. Зато без культуре из него так и прет. Трава переросток нагло захватывает все новые и новые территории, предпочитая при этом те, из них которые люди почему-то покинули. Закрытые склады и разрушенные фермы в Лопатине теперь полностью в его власти. Новый глава поселения, в которое входит село, на своем посту от силы две недели. Однако о ситуации уже наслышан. Андрей Ботенков говорит, главная проблема в том, что у сельской администрации не везде есть доступ. Проблема еще заключается в том, что очень много площадей принадлежит юридическим лицам и частным. Туда мы не можем на их территории осуществлять эту работу. Поэтому в каком-то смысле хотелось бы даже обратиться, чтобы свои территории люди окашивали сами. Тогда и борьба будет эффективнее. Мы со своей стороны, частные люди, юридические лица со своей стороны. Это принесет больше пользы, нежели мы будем в одностороннем порядке только свои территории окашивать. Пока окашивание территории в Саловском сельском поселении приостановили. Синокос в разгаре и вся техника занята. Но и в другое время отдельной строки в бюджете на борьбу с борщевиком нет. Есть лишь возможность просить и увещевать. Просим тех людей, которые окашивают просто траву, чтобы больше внимания уделили именно зарослям борщевика. Чтобы потщательнее и где-то может быть даже чуть-чуть лишнего. Для того, чтобы все-таки он не присутствовал. Потому что в некоторых местах выше человеческого роста вырастает. И как бы все равно это небезопасно. И у всех есть дети, дети бегают. То есть проводим некую работу с населением. В плане того, чтобы все же объясняли детишкам, чтобы дети не гуляли по таким площадям. И если на детей словесные методы внушения еще хоть как-то действуют, то на безответственных землепользователей, которые развели на своих участках плантации этого опасного растения, отнюдь. А других рычагов влияния новый глава пока еще не нашел. А вот в подмосковном Нарафаминске, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Там на днях презентовали комплексную систему борьбы с борщевиком. Она полагается на спутниковую информацию, съемки с беспилотников и обработку роботизированными дронами по технологии ультрамалообъемного опрыскивания территорий. Об этом мало кто знает, но в Мордовии тоже есть люди, которые серьезно занимаются проблемой борщевика. Александр Никольский из Аграрного института защитил по этой теме целую диссертацию. К попыткам косить этот сорняк ученые относятся скептически. Скашивал я его сам неоднократно, он выдерживает 8 скашиваний. Поэтому скашивание, оно даст кратковременный эффект, но это будет эффект кратковременный. По поводу чем-то заливать, ну здесь, наверное, можно принести не только пользу, но и вред. Поэтому к таким вот моментам нужно относиться очень осторожно. Мониторинг, который мордовские ученые проводили несколько лет назад, показал, борщевиком поражено минимум 8 районов республики. И занятая им территория постоянно расширяется. Скашивание как не приносило результатов, так и не приносит. Это наглядная иллюстрация слова Александра. Обочину скосили буквально пару дней назад, вчера или позавчера. Лежит все, и крапива лежит, и пырей лежит, даже вот клену досталось. И, скорее всего, еще не скоро они отойдут, а вот эти зелененькие листочки, вот этот вон там, еще вот здесь поближе, это борщевик. И он и сейчас живее всех живых. Именно поэтому, уверяет Александр, нужно идти другим путем. И путь, который он предлагает, из категории дешево и сердито. Самый простой метод борьбы, который не только у нас еще и за рубежом используется, это срезать цветущие корзинки борщевика при его цветении. Дело все в чем. Борщевик, он монокарпик, то есть растение, которое цветет только раз в жизни. И если срезать его корзинку, то на следующий год семян не появится. Это самый дешевый способ, который могут использовать все. Естественно, нужно соблюдать меры безопасности. Если есть возможность, можно использовать различного рода гербициды. Желательно, чтобы это были гербициды общеистребительного действия, но опасность в том, что мы можем другие растения повредить. Поэтому только на тех участках, где растет только борщевик. Однако пока ни та, ни другая методика широкого применения не получили. А ученый тем временем настаивает, только системная работа даст результат. Мы с ним разрабатывали несколько достаточно эффективных методов борьбы, но активного применения пока эти методы не получили. Но тем не менее бороться с ним можно. Ну, мы никогда не скрываем, что у нас есть методы, да, мы можем консультации проводить. Поэтому периодически обращаются частные лица, да, вот с тем, как нужно избавиться. Но это вот такие частные обращения. Я думаю, что если мы системно за эту проблему возьмемся, то у нас все будет хорошо, мы сможем его побороть. Но это нужно, нужно системно именно решение этой проблемы. Системная и целенаправленная работа, если не гарантия успеха, то уж точно одна из его составляющих. И речь, как вы понимаете, не только об этом конкретном случае. Там, где мы видим примеры серьезного сознательного подхода к делу, мы видим развитие, повышение качества жизни, наконец. На прошлой неделе Людмила Кусерова побывала в Новых Верхисах Инстарского района и готова нам рассказать, какое оно – село здорового человека. В разгар рабочей недели на улицах Новых Верхис немноголюдно. Все заняты делом – кто на работе, кто в огороде. В это время дня село живет незаметно для постороннего глаза, но очень активно и продуктивно. Воспитатель в школьном лагере и учитель истории в Нововерхисинской средней школе с утра уже успела привести в порядок подсобное хозяйство – подоить корову, покормить кур и прийти на работу. Это та самая деревенская жизнь, от которой отказываться женщина не хочет. В село приехала, рассказывает, больше 30 лет назад. Тогда, вспоминает Вера Кижаева, в Новых Верхисах ее восхитили люди, которые буквально одержимы трудом. Сейчас село не вымирает. Наоборот, по инфраструктуре оно уже сравнимо с городом. Если бы не хозяйство, если бы не дома, которые были построены, я думаю, что судьба нашего села была такой же, как и у многих других сел вокруг нашей округи. Вот благодаря Николаю Ивановичу я считаю, что я могу еще сегодня работать, потому что школа у нас работает. Вот у нас в Старых Верхисах село школа закрытая. На Влеях школа закрыта, Яндовища школа закрытая. Ну, не считая еще маленьких сел. А у нас в Верхисах школа еще живет, процветает, учит, работает. И благодаря этому мы имеем возможность самореализоваться и работать, трудиться. В Нововерхисинской школе сейчас учатся 49 детей. Потенциальные первоклассники пока ходят в детский сад. Он здесь тоже есть. Открыли дошкольное учреждение в Новых Верхисах 5 лет назад. Заведующая детсадом Мария Чумбаева говорит, что для молодых семей в селе это стало большим подарком. Такого учреждения до 2014 года здесь не было. Чтобы продемонстрировать все прелести дошкольной жизни, педагог ведет нас на экскурсию по группам. Сухой бассейн, тут у нас телевизор, они смотрят развлекательные детские передачи. Здесь у нас световой песочный комплекс для развития области кирок. То есть это световой стол с песком, где они рисуют пальцами. Детский сад рассчитан на две группы, но летом работает только одна. Объединяют детей на период отпусков. Такая практика существует и в городе. Однако далеко не везде есть отдельный медицинский кабинет с изолятором. Если кто-то из воспитанников вдруг заболел, а родители не могут уйти с работы. Детские тренажеры, пищеблок, прачечное, видеонаблюдение внутри детского сада и снаружи. Мария Чумбаева говорит, что создание в селе этого объекта – стратегически верное решение. И пока где-то кто-то рассуждает о том, как нужно возрождать село в Новых Верхисах. Это делают. Мы потянулось молодежь в село. У нас очень много приезжих семей, потому что они уже знают, что здесь есть детский сад и школа. Молодые семьи не хотели сюда приезжать, потому что некуда ребенка девать. А так село из-за этого растет. Стали покупать дома, стали строиться. Материнские капиталы сюда вкладывают. И все это мотивируют тем, что есть детский сад, есть школа и есть работа. Поэтому село живет. Это очень радует. Для того, чтобы молодым и старым сельчанам было где отдыхать и чем занять себя, например, долгими зимними вечерами в Новых Верхисах построили социальный центр. Здесь проводят концерты, устраивают праздники, работают в спортивные секции, функционирует библиотека. Глава сельского поселения рассказывает, все началось с того, что в начале 2000-х в селе построили животноводческий комплекс на 3000 голов крупнорогатого скота. Возвели современные фермы, внедрили новые технологии в молочное производство. Естественно, работать приехали специалисты. Им выделили дома. И тогда возник вопрос, где все эти люди будут проводить досуг. И началась уже другая напряженная работа. Социальные объекты были построены в рамках реализации различных государственных программ. То, что все это в Новых Верхисах есть, конечно, хорошо. Нужно, чтобы становилось лучше. Останавливаться на этом и радоваться только, что жизнь состоялась. Нет, это будет неправильно. Жизнь, она всегда идет вперед. И поэтому я говорю, здесь вот все, конечно, потихонечку идет. Вот сейчас, например, все это построили. Да, вот социальный центр здесь есть. Да, вот сразу стал вопрос. Интернет слабый. Все, с интернетом вопросы решили. Все, сюда идет оптиковолокно. Скорость интернета очень высокая. Вот. Это тоже уже плюс. И всегда вот, ну, прогресс не стоит на месте. Вот технологии не стоят на месте. Вот эти все новые технологии, они должны внедряться в том числе и в село. И тогда вот будет людям интересно, будет людям выбор или жить в городе, или в селе. Виктор Бузаков свой выбор уже сделал. Переехал в Новые Верхисы из Рузаевского района. Однажды увидел это село и понял, что жить и работать хочет только здесь. Он молодой специалист, медик. Перевез в Новые Верхисы семью. Теперь у него в селе свой дом. Сын ходит в детский сад. Любимая работа буквально под боком. Фельдшерско-акушерский пункт в Новых Верхисах тоже новый. В нем есть даже массажный кабинет. Виктор Бузаков считает, что именно таким и должно быть настоящее современное село. Воздух свежий. Улицы чистые. Все шикарно. Убрано, вскошено. Глава поселения у нас молодец. В дальнейшем перспектива школы. Все в шаговой доступности. От садика до школы буквально 50 метров. Это максимально, я думаю. В школе учителя, все умненькие. Уже с многолетним стажем все. Некоторые и с грамотами, с похвальными. И мне кажется, другого села, на мой взгляд, нет лучше. Сейчас в Новых Верхисах есть все для того, чтобы жить по-сельски, неторопливо и по-современному качественно. Но есть здесь одно место, которое невидимой нитью связывает прошлое, настоящее и будущее. Это футбольное поле. Центр притяжения жителей и гостей села. Место традиции. Каждый год на троицу на нем проводят товарищеский матч, в котором обязательно участвует Николай Меркушкин. Потому что именно он много лет назад был инициатором того, чтобы играть в футбол именно на этом месте. Сначала это поле было под лесом, но там Николаю Ивановичу не понравилось. А не понравилось, наверное, по всей видимости, негде было купаться. А он в школе еще учился, да? Конечно, конечно. В школе еще учился. И они все переместились сюда. Вот здесь место было неровное. Все это и выросло, и все. Они все это выкорчевывали. То есть они сделали до такого состояния. И все мероприятия проводили именно здесь. На этом месте. Вы сейчас как за ним ухаживаете, за этим полем? Ну, мы ухаживаем, готовим его именно на это торжественное мероприятие. Ну, а потом здесь собираются уже односельчане, ребятишки. Ну, вот и гоняют мяч. Место действительно живописное. Здесь соединяются речки Исы и Потиш и несут свои воды в Инсар. Каждый год происходит большой период птиц. Поэтому местные жители и говорят, что это центр притяжения не только для людей, но и для природы. Здесь смело смотрят в будущее, уверенные в своих основах. Гордятся и своей историей, и земляками, и достижениями, и перспективами. Всем тем, что было, есть и будет. Говорить, вот, если только о новых Верхисах, ну, давайте возьмем так. Вот, допустим, газификации. Ведь вся Мордовия у нас газифицирована. Вот не то, что вот, примерно, Николай Иванович родился здесь в Верхисах, и все в Верхисы идет, да, вот. Отнюдь нет. Газификации везде, вся Мордовия. Дороги, центральное водоснабжение. Вот вся Мордовия участвовала в программе, вот, в каждый дом вода. Вот, и мы, в том числе, участвовали в этой программе. Все провели. Ведь он не только в свое село, а вот весь этот потенциал, который он заложил, он Мордовию, вот, в родную Мордовию заложил. Не то, что вот он был главой республики, а горжусь тем, что он сколько сделал, не только для себя, для всей Мордовии он сколько сделал. Конечно же, горжусь, как не горжусь. Это наш земляк, вот, и Верхисинский. Завершает программу рубрика «Сделано в Мордовии». Сегодня она посвящена продукту, который хорош и на завтрак, и на ужин, и сырым, и жареным. Речь о вареной колбасе. Кто же откажется на завтрак от чашки чая с бутербродом? Да еще, чтобы положить на него кусочка, лучше пару кусочков колбаски. Такой, чтобы была сделана по ГОСТу, то есть имела тот самый вкус и аромат. Сегодня мы в Оброчном специально для того, чтобы посмотреть, как делают молочную колбасу, так любимую нами. Открытое акционерное общество мясокомбината «Брочинский» – одно из старейших мясоперерабатывающих предприятий Мордовии. Оно основано в августе 1958 года и прошлым летом отпраздновало свое 60-летие. Колбасные изделия здесь выпускают из отечественного сырья. Предприятие по-прежнему закупает скот, выращиваемый в соседних хозяйствах. Поэтому экологически чистое, незамороженное мясо, традиционные рецептуры и современное оборудование позволяют производить высококачественную продукцию, которая соответствует строжайшим требованиям государственных стандартов. Как театр начинается с вешалки, так и наша рубрика «Сделано в Мордовии» начинается с перевоплощения. Вот в таком виде я теперь могу пройти на пищевое производство. Туда мы и отправляемся. Как и любое другое производство, производство сделанной по ГОСТу молочной колбасы начинается с сырья. Вот эти свиные полутуши уже прошли входной контроль. Это значит, их проверили специалисты, выдали соответствующие документы и даже поставили на каждую два клейма. Теперь они могут поступать на обвалку. Это вот сюда. Если перевести на язык понятный обычному человеку, то обвалка – это отделение мяса от костей. То есть вот эта вот свиная нога, или точнее окорок, в скором времени попадет в руки этих милых дам. Они разделаются с ним примерно минуты за две и на выходе отсюда примерно через две минуты будет мясо отдельно, кости отдельно, сало и шкура тоже отдельно. Исключительно ручная обвалка, в отличие от механической, гарантирует, что на вашем столе не окажутся перемолотые до неузнаваемости кости, хвосты, рога и копыта. Только мясо. Ну или еще шпик, если он есть в рецепте. До этого момента производство молочной колбасы практически ничем не отличается от того, как делают любую другую. То же самое сырье, то же самое его измельчение. Отличия начинаются на следующем этапе. И тут определяющая роль у главного технолога предприятия. Именно Ольга Куюткина следит за соблюдением рецептуры. Колбаса молочная, в натуральной оболочке, изготавливается по ГОСТу. Для ее производства мы используем экологически чистое сырье. Сход мы закупаем в соседних хозяйствах, а специи у нас натуральные австрийские. После мясорубки колбасный фарш приезжает вот на такую машину, она называется кутер. И она его измельчит еще сильнее до того состояния, чтобы как раз из него и получилась колбаса, та самая вареная. Сюда же в этот же момент добавятся специи и прочие ингредиенты. Вот там находятся ножи, которые вращаются с бешеной скоростью. И с каждым вращением вот этой карусели фарш становится все мельче и мельче. И так до тех пор, пока не превратится в однородную массу, как раз такую, какую мы и привыкли видеть в вареной колбасе. И вот, наконец, фарш готов. Он пока еще слабо напоминает молочную колбасу, но это дело поправимое. Бесформенная масса обретает форму с помощью следующей машины и очень ловких и умелых женских рук. Молочная колбаса, сделанная по ГОСТу, обязательно должна быть в натуральной оболочке. И вот она, эта оболочка, называется черева. На самом деле это особым образом обработанные говяжьи кишки. Этот аппарат подает фарш, который волшебным образом оказывается внутри нашей кишочки. И таким образом получается вот такая длинная гирлянда из молочных колбасок. Молочная 27.06. Наши колбаски сделаны сегодня, 27 июня. И сейчас приехали на последний этап своего производства. Это термообработка, и происходит она вот в такой огромной печи. Какое простое название печь. На самом деле это сложная и умная машина. Она превращает вот такую буковую щепу в ароматный дым, который и доводит наш продукт до кондиции. Внутри колбаса пробудет минимум 2 часа и выйдет оттуда уже такой, какой мы все ее знаем и любим. И вот, наконец, наша колбаса готова к тому, чтобы попасть на ваш стол. Осталось только приклеить этикетку, взвесить ее и отправить потребителю. На каждой упаковочке написано «Колбаса вареная молочная из оброчного». Сделано в Мордовии. На этом все. Следующий выпуск нашей программы, сделанный в Мордовии, без консервантов и усилителей вкуса, смотрите через две недели. Он будет специальным, почти целиком посвященным проходящему сейчас у нас в республике открытому чемпионату России по пахоте. И событиям с ним связанным. Меня зовут Павел Степаненко. До встречи на земле. Редактор субтитров А.Семкин